Если мы возвращаемся в Латвию, люди сейчас нервные, люди волнуются насчет Латвии тоже, да? Вот 3 марта вы сказали, что безопасности для Латвии нету. Сейчас прошло больше, чем месяц, ситуация изменялась. Вы тоже самое сказали бы сейчас? — Будем отвечать очень точно. Если смотреть, есть у нас в Латвии такие маленькие организации, которые похожи на зеленых человечек, там нет. Таких нет. И нет и признаков, как кто-то их организовал. Это одно дело. Во-вторых, есть у нас политические группы, которые борются политическими методами за какую-то свою идею. Есть они, есть. Но они малочисленные. И, конечно, в этом году, когда у нас выбор Европарламент и выборы в САЭМ, конечно, они будут активизироваться, привлечь к себе как-нибудь внимание. Эти два вопроса насчет вот таких, ну как будто событий внутренней безопасности. В данный момент мы внутри безопасны, потому что вот таких групп, как зеленые человечки, таких у нас нет. И контролируется, чтобы таких не было. Во-вторых, у нас политические права даются всем. Даже если кто-то мне будет возражать, даже неграждане имеют право собираться и организовать эту политическую партию. Это вы знаете. То есть, если Латвия хочет уберечь вот эту безопасность своего общества, своего государства, она должна строго следовать всем правилам демократии. Свобода человека, свобода собираться, свободно выразить свои мысли. Вот это надо считать, что эти ценности, они священные. Если смотреть и снаружи, если военная опасность, ее в данный момент нет. Нет никаких признаков, чтобы здесь было что-то больше активности, чем это есть обычно и в прошлом году, и год назад, и три года назад. То есть, тоже нет. Но факт тот, что если раньше, если задавать вопрос, почему России нужна вертолетная база 30 километров от границ Латвии. Вертолет это руде нападения, это не руде зашит. То обычно мы говорим, ну они тренируются, Россия говорит, ну мы против террористов, как будто все, ну кто здесь террорист. Но все равно, это подготовка, это тренировка, это маневры, это все понятно. Они тренируют свои, свои вооруженные силы. Сегодня, когда вот эта армия использовалась в Крыму, сегодня, когда мы увидим, что офицеры этой армии руководят процессами в Восточной Украине, конечно, ситуация изменилась. Россия уже отвечала, зачем ей такие вот скопления военных сил у западных границ. Редактор субтитров А.Семкин